сегодня девятая лекция краткое содержание предыдущих лекций напоминаю это давно уже время прошло я вам сначала рассказывал про вообще обработку текстов какие есть проблемы и собственно первой лекции обозначил план проблемы всегда заключаются в многозначности текста на всех уровнях то есть сначала есть уровень морфологии когда мы работаем со словами их разными вариантами и там возникает проблема что слова имеют разные части речи и естественно рассказал про определение части речи следующего время был синтаксис там проблема в том что синтаксических могут иметь разный разбор соответственно разные функции услов будет внутри предложения это же все меняется в зависимости от того как сделать разбор и было две лекции как делать синтаксический разбор и как там разрешать многозначности следующий уровень от семантика и сегодня мы про это поговорим и так есть разные взгляды на семантику например вначале это лексическая семантика который изучает отдельные слова далее идет композиционная семантика которая изучает а как комбинируя слова образуются новые значения я буду вам рассказывать про лексическую семантику есть еще следующий уровень над семантика это дискусс или парк матика когда изучается некоторые уже и текст или дискуссия когда есть общение и как там собственно образуется вот это само общение какие есть там принципы построения в лекциях я не буду это рассматривать хотите почитайте сами и так сегодня лекция про лексическую семантику то есть у нас слова и как или уже известные термины и собственно какие у них бывают значения план следующий сначала поговорим про основные понятия что такое значение ки будет еще отношения между словами далее поговорим про учительную семантику это как вычислять собственно выбирайте всех значений которые бывают разрешать многозначность это называется соответственно разрешение лексической многозначность так мы говорим про лексическую многозначность и еще расскажу про такое направление которое очень полезно это семантическая близость между словами это вообще говоря отдельный инструмент но он очень полезен для того чтобы разрешать лексическую многозначность ну и соответственно не только основы обработки текстов но и еще современное направление как это сейчас происходит потому что у вас практическая часть проекта и так какие можно определить основные понятия во первых есть понятие многозначности и монемия монемия со школы знаете когда у вас слово в разных значениях например там ключ бывает родник бывает дверной ключ и так далее но здесь есть некоторая тонкость потому что монемия это частный случай многозначности и это такой лингвистическая тонкость потому что многозначными словами в принципе вот если слово имеет несколько значения до многозначное но лингвисты выделяют что если у слова есть несколько значений и нельзя проследить один корень у них общего общего предка кого-то все образовалось тогда эти слова называется амонимами вот например в том же примере в виде ключ родник и ключ дверной там непонятно собственно а какая связь между этими понятиями если возьмете платформа то там будет железнодорожная платформа экономическая платформа политическая это что-то на чем все основывается дать или стоять и какой-то база и есть некоторый общий смысл между этими словами это тогда слова не являются аммонимы они просто называют слова многозначные вот это к лингвистическая тонкость поэтому скорее для общего образования есть еще такое понятие как метонимия здесь примерно я три тарелки съел понятно что никто не ел тарелки используется некоторым переносном смысле что это еда на тарелке она при этом говорится именно тарелка еще интересное лингвистическое понятие этой зелгма которая позволяет определить что слово у слова есть несколько значений в данном случае например предложение за окном шел снег и рота красноармейцев сразу любому человеку владеющим русским языком понятно что так нельзя употреблять слова шел это говорит о том что у слова шел есть несколько значений то есть у глагола шел не одно и несколько и так можно понять что у слова есть много разных значений также и другие типы аммонимов опять же это со школы всем известно мафоны которые произносятся одинаково пишется по-разному и ма графы которые произносятся по-разному напишется одинаково какие еще бывают между отношения между словами первое не первое уже следующее отношение это синониме здесь я думаю все понятно машина автомобиль все знают к синониму соответственно антони мы тоже сашкова все знаете противоположные значения имеют большой маленький вверх вниз так далее также часто вводят такие отношения как обобщение детализация здесь тоже должно быть понятно но это очень важное отношение которое мы будем использовать то есть есть машины транспортное средство дали еще можно обобщать так далее и здесь же очень близко и к этому есть такие понятия как миронимы или портонимы и противоположные к этому слову колонимы здесь имеется в виду что слово является частью она является частью другого отношение часть целая при машины и колесо колесо является частью машины что можно здесь и выводы сделать первое где вообще нам полезно понимать что слово имеет несколько значений понимать какое именно значение во первых когда должно быть очевидно если вы делаете преобразование текста в речь нужно понимать как произносить слова если у вас ломографы которые пишут одинаково произносится по-разному у вас система должна понимать как произносить но в принципе в любом случае частный случай а многозначность имеет смысл понимать когда вы делаете любую систему например информационном поиске которым поговорим на следующей лекции здесь все должны по ним понимать информационный поиск тот же google яндекс вы ищите обычно по ключевым словам и чтобы если слова многозначные чтобы найти какой-то документ вы задаете некоторый контекст соответственно он сужает то что вы найдете хочется искать именно по значению слова и тогда будет семантический поиск ну например и ищите вы ягуар и вам выдает кучу документов жизнь кошек а на самом деле в машину хотите купить и нужно уточнять что я хочу ягуар машина в документе может не встретиться соу машины и так далее в извлечении информации очень важно понимать какое значение у слова например вы хотите узнать все факты про какого-нибудь известного человека а у него фамилия иванов и вы получаете много-много фактов про всех ивановых простого того человек который вы хотели узнать только некоторые проценты информации будет предоставляться поэтому здесь надо понимать кто такой иванов какой какой именно из иванов это же разрешение многозначности машинном переводе она на первой лекции показывал пример что делаю что происходит с не учитывать многозначность помните там с мышкой на сухой полный windows вот это понятно можно взять любые практически прикладные задачи и вы увидите что понимать значение очень полезно вообще можно посмотреть как если распределить слова здесь и слова которые есть посмотреть у них значений и упорядочить слова с одним значением с двумя с тремя и так далее вы увидите вот вот такой вот график который мы я уже показывал это называется закон цифра то есть будет очень много слов с одним значением примерно в раза меньше слов с двумя значениями в три раза меньше с тремя и так далее вот и будут слова в хвосте которых очень много значений но их достаточно мало в принципе это говорит о том что у вас очень много многозначных слов то есть намного больше чем однозначных из этого графика видно это график построенный на конкретных данных то есть на корпусе поэтому этот отражает английский язык в русском языке то же самое и так давайте теперь поговорим о что такое значение чтобы определить что такое значение нужно иметь некоторые словарь или более общая структура которая пишет есть такое понятие как-то за урус таза урус на словарь все представляют что такое таза урус это словарь который также содержит еще дополнительные отношения например от которому о которых мы говорили например часть целая или обобщение детализации синемии антонимии и так далее все эти понятия описываются есть очень известный таза урус называется варнет он есть на нескольких языках но самый полный для английского а для других языков есть попытки его переводить переделывать и так далее но до английского он доступен онлайн делался в принстоне и очень много работ основан на именно этом ты за уруси в нем можно посмотреть статистику на таблице сколько слов видно что существительных там полгет 120 тысяч и так далее всего в районе 160 тысяч слов во всем-то за улице как это выглядит выглядит следующим образом у нас есть слово и до каждого слова записываются его значение в виде списка синонимов для значения только синоним это когда у вас есть слова у которых одинаковое значение и поэтому каждое значение как раз характеризуется этим списком синонимов список называется сенсит в варнете ну здесь пример слова есть баз у него есть восемь значений как существительного известно низ низкая часть спектра в музыке дальше еще какие-то варианты есть соответственно берег правильно морского и так далее вот в общем весьма и несколько значений также есть еще у вас значение как глагола услуги как прилагательного данном случае это все можно взять это какие еще есть отношения в варнете кроме описание ну практически все что я вам рассказывал в сети по отношению можно посмотреть в варнете для существительных глаголов и так далее вот есть таблица с примерами очень важная часть как я уже говорил это иерархия соответственно в варнете есть иерархия понятия вот например слова вас здесь значение певца который поет низким голосом и дальше можно пройти по иерархии посмотреть как обобщается это понятие то есть певец музыкант артист персона организм живущее существо нечто целое объект физическая сущность сущность вот пройти по все иерархии понять как это связано понятно что в каждую более высокую точку иерархии входит много других понять поэтому это получается некоторое такое дерево понятий как можно это использовать в нлтк есть функции которые работают с варнет там и в нлтк дэйта собственно есть сам этот варнет можете скачать посмотреть вот есть пример берем из корпуса значение слова и распечатаны вот вам распечатываются некоторое описание и сенсит то есть список синонимов так у меня введение все есть вопросы поеду что к варнетке есть отношения и понятия то что он сказал и он должно быть понятно что такое значение слова хорошо варнет собирался лингвистами специалистами вручную в для русского есть проект который переводит варнет есть проект которые сами собирают есть разные другие попытки собрать с помощью краудсорсинга в общем есть некоторые попытки собрать такой-то заур для русского языка они все доступны но до конца такого устоявшегося для русского языка я не знаю чтобы общепризнанный был ресурс это за урос как варнет для английского и так идем дальше понятно что у слова есть несколько значений бывают услуг несколько значений нужно как-то выбирать это значение вот есть пример весь текст айсова мэнхо из найти ее солт ну и так далее посмотрим сколько у каждого слова значений это по варнету вот есть список что каждое большинство слов здесь многозначные в принципе чтобы понять значение предложения нужно выбрать из всех возможных комбинаций значений самое правильное если делать это просто в лоб и перемножить все возможные комбинации ну да вы получите 44 миллиона комбинаций что как бы намекает она на то что не надо так делать и решать в лоб эту задачу не стоит перебрать все возможные комбинации для каждого предложения выбирать максимально вероятно поэтому предлагаются некоторые мы которые позволяют делать решать задачу искать наиболее вероятную комбинацию значений с некоторыми евристиками но не в по пространстве всевозможных комбинаций задача называется разрешение лексической многозначности вот этот выбор значений по английский ворс энд грейшн часто сленге используют слово дезамбигуация даже статьях видел на русском языке но правильно говорить разрешение лексической многозначности если вы встанк используется тоже мы мы сами иногда используем задача заключается в том что у вас есть у каждого слова какой-то ресурс типа варнет и нужно определить какое значение в данном контексте есть о заданного слова при этом нужно определить какой у вас ресурс описывает значение это раз второе а что такое контекст ну и третье как и выбрать на основе контекста и списка значений правильное слово то есть алгоритм в принципе чаще всего отсводится к задачи классификации то есть вы можете практическом участие задание использовать классификаторы есть еще другая задача называется ворс энд дискриминейшн или задача разграничения значений который заключается в том что у вас нет корпуса который описывает это за урс который описывает все значения но вы можете сказать что судя по потреблению слов к разных контекстах у этого слова должно быть пять значений потому что вот в одном контексте он встречается другом и так далее то есть задача больше от похожих на кластеризация и при этом вы не знаете что какой нет никакого описания у каждого значения вы просто знаете что вот есть такой контексте контекст котором встретилось это слово в одном значении есть другой контекст которым с этим слово во втором значении так далее понятно чем течет задачи тогда дальше мы будем говорить про задачи разрешения лексической многозначности то есть вот ворс эсбюгейшн историческая задача вообще выставилась как понять значение у некоторого небольшого количества слов и пытались понять как для каком задрание за одно набору слов все значения в разных контекста ну вот была задача лайн-харсерф то есть три слова они понят значение либо interest него понять значение в разных контекстах здесь все очень просто вы это ранние работы реально она сводится к следующему берем для каждого слова строим классификатор и он классифицирует одно из возможных значений на основе контекста выбирает одно из возможных значений причем честно многоклассовая классификация классов ровно столько сколько значения у слова дальше задача усложнили и начали определять значение для всех слов здесь есть некоторая проблема потому что вам в принципе невозможно тренировать классификатор для каждого слова которую более одного значения вас просто корпуса не хватит ну и вещественных ресурсов нужно много и поэтому надо как-то по-другому решать плюс еще вторая проблема это разреженность данных как раз о том что корпус не хватит плюс к тому что в принципе для кого-то значение может быть у вас корпусе вообще может быть не быть примеров как она употребляется либо он нужен просто огромный-огромный корпус всевозможных употреблений и тем не менее у вас будет мало примеров для каких-то редких значений к классификации должно быть понятно следующее это на каких признаках классификации какие признаки используют классификации понятно что нужно использовать контекст что такое контекст ну здесь могут быть разные варианты вообще различают несколько типов контекста первое это локальный контекст это два-три слова вокруг рядом с употреблением есть глобальный контекст документ в котором слова встретилась есть внешний контекста это некоторое знание внешней мере то что там сейчас происходит или в принципе знания внешней мере при этом чаще всего используют локальный контекст иногда глобальный то есть документ но лучше всего результат показывать использование если по отдельности их используют лучше всего конечно локальный контекст при этом часто делают предварительно обработку текста стандартную параграф предложение части речи лемы но здесь вопрос нужно ли делать синтаксический разбор но это открытый вопрос потому что с одной стороны синтаксический разбор это достаточно медленная операция относительно вот и не очень понятно помните когда мы говорили просто тактический разбор я обсуждала делает ли человек в голове синтаксический разбор и здесь тоже нет назначенного ответа еще он показывал специфичные примеры как garden pass sentence помните там предложение когда вы читаете и в конце оказывается что вы неправильно поняли что и подлежащие что сказуемое нужно переделать пытаться понять по-другому и вы делается на уже синтаксический разбор пытайтесь пытать понять кто есть подлежащих сказуем и так далее вот то же самое здесь в общем случае скорее всего не надо и когда не говорится про задачу разрешения многозначности лексической часто все чаще всего не делают синтаксический разбор и стараются более простым методами обойтись при этом когда мы начинали работать мы пытались обойтись еще и без морфологического разбора то есть части речи не определять но без этого тяжело обойтись потому что слова которые имеют разные части речи у них соответственно просто разный список значений ну того же слова bass который приводилась у него для существительных восемь значений а для прилагательного одно значение если в значении ну встретилась прилагательная bass то не надо к нему делать выбор между девятью значениями суммарно вот часто используют также не просто слова в вокруг а еще позицию то есть слово стоит на минус 2 позиции относительно текущего слова то есть здесь словосочетание плюс позиция слова и словосочетания и как я уже говорил встречаются проблема разрежность разреженности языка то есть у вас нет до некоторых слов это и значение слов они например очень редко встречаются в корпусе и более того они еще реже встречаются вместе и нужно каким-то образом им емель контекст например встретилось слово но до него контекста нет такого который встретился но в общий корпусе у не встретился такой же контекст как и профили лично и нужно что-то с этим делать чаще всего использую семантическую близости например musim ключ есть некоторое общее понятие которое пока на как а близки слова частный случай а это синалимия если у вас не встретилась в контексте какое-то одно слово но за встретились его синонимы вы можете это использовать для того чтобы выбрать правильное значение о семантической близости мы поговорим дальше вот пример как можно сделать вектор признаков вот есть текст про бас и первое это что можно сделать это признаки со словами и их позициями и также части речи с позициями слева в левой таблице это слово электрик стоит слева от слова бас на третьей позиции при этом часть речи у нее прилагательная то же самое там гитара на второй позиции слева часть речи существительное то же самое для вправо это один вектор признаков может быть второй признаков это просто бага ворс модель когда у мешок слов и скидываете она до каждого слова говорит встретился но в контексте или не встретилась для всех слов можно также использовать н граммы и так далее это и что в классификатор подаете в качестве признаков ну и собственно здесь у меня пару слайдов которые сейчас пропущу потому что там я очередной раз могу могу напомнить такой наивный боецкий классификатор я надеюсь что вы уже выучили но тем не менее вторение мать учения напоминаю данном контексте что это такое нужно выбрать значение sense для конкретного слова и всех возможных значений соответственно у вас есть вектор признаков для данного слова который описывает контекст и каждое значение и нужно максимизировать эту вероятность по всем значениям то есть выбрать такое значение для которого вероятность данном контексте максимально это как задача ставится ну дальше если говорить про байс классификатор меня и причины и следствия местами выкидываем знаменатель потому что он ни на что не влияет дальше делаем наивное предположение что у нас все признаки независимую при 1 фиксированного значения то есть условно независимо и опять же методом максимального правоподобия оценим вероятности в данном случае вероятность значения это сколько раз встретилось слово в данном значении в корпусе деленное количество хождение слов и чтобы оценить каждого вероятность каждого признака при условии значения мы считаем сколько раз каждый признак для данного значения встретить то есть сколько раз например у нас бэга ворс сколько раз слова встретилась контексте для данного значения и деле насколько раз значение встретилось должно быть понятно вопрос есть да в принципе нормально если говорить про обучающий корпус мы очень поговорим как как его можно еще получать корпуса но если у вас есть большой обучающий корпус да и нормально что собственно еще хотела спросить это я так плавно обошел задачу но у вас ровно такая задача вам нужно для всех значений определить для всех слов определить значение то есть all work task понятно что для всех слов вам будет не очень легко антонировать классификатор собственно я вам уже рассказывал это решение пару лекций назад кто помнит как решать это важно потому что у вас такая задача понятно чем проблема или еще не понятно только только не делал практически очень но в общем этот собственно проблема в том что у вас есть несколько тысяч слов если вы до каждого будете тренировать классификатор вас будет по максимуму одному примеру в тренировочном может не максимум по 1 2 3 примера вам нужно откуда-то взять либо очень большой корпус еще и натренировать несколько тысяч классификаторов несколько тысяч классификаторов это достаточно много каждая своя модель это не очень правильный подход ну всем хороший возможный но мне кажется не так как вы должны делать как делать ну если у нас есть множество слов и множество значений нам нужно сделать отображение из первого и второго можно взять признаки слова признаки значения и по этим двум набором признаков тренировать является является ли это значение но по сути по сути да собственной идею очень простая и так часто делают вы берете засовываете в значение в вектор признаков то есть каждое значение и дальше тренируете бинарный классификатор которая говорит хорошо или плохо сочетаются признаки контекста и значения как каждое значение и возвращает вероятность то есть у вас еще один элемент это значение слова он возвращает вероятность и вам нужно и всех вот этих бинарных классификаторов точнее всех значений выбрать тот который бинарный классификатор и болью уверен баба дает большую вероятность ну например у вас возвращается тому же примеру словам БАЗ вот берем первые значения берем контекст и говорим бинарного классификатора хорошо это или плохо тренируем классикатор чтобы он говорил это хорошо или плохо он возвращает что для данного значения первого вероятность 08 основным 2 вероятность 06 08 лучше 06 выбираем первое значение и тренируете соответственно когда до данного контекста данное значение подошло это положительный признак когда не подошло это отрицательный признак принципе часто делают так отрицательных примеров намного больше здесь можно поиграться как делать выбирать эти негативные примеры называется негатив сэмплинг как как правильно выбирать и если их правильно выбрать то становится все лучше есть часть работ который направлен на вот это понятно вам практически кучаще сделать непонятно давайте я вам объясню еще раз доски не знаю это всем понятно где список признаков ладно вот слева здесь как время дается слово численно в принципе можно делать точно так же то есть у вас есть слово на позиции но берите вместо слова вставлять электрик на или три единичка или нолик то есть вектор разреженный ну просто разрежены вектора и все представление разреженных векторов и матрица должен не должно пугать можете нам использовать либо сами реализовать очень интересно ну да огромное очень разрежены ну там же есть дикт вектор айзер в сакетоне это по сути то же самое то есть вы засовываете сюда вот электрикой 3 до электрикой 3 нет он дальше уже он строит вектора которую нужно передавать так ехали ладно раз вы не задаете вопросы я считаю что вы все поняли все разобрались как нам делать идем дальше вот есть у вас несколько алгоритмов которые лежат как это оценить как и для многих задач есть два способа оценки это внешние его когда вы берете задачу какую-то внешнюю например машинный перевод и добавляете ваши алгоритмы разрешение лексической многозначности или вообще выкидываете и смотрите стало лучше решаться задачи машинного перевода или не стало если стало значит у вас хороший алгоритм разрешение многозначности лексической если не стало значит у вас плохой но и если выросла подносить другого то это же но здесь не очень понятно смысле это неплохой способ но проблема в том что непонятно он оценивает действительно алгоритмы или возникает некоторые комбинации вашего алгоритма машинного перевода и алгоритм разрешения лексической многозначности и чтобы собственно оцениваете сам это алгоритм разрешения многозначности или вот это вот пересечения комбинации поэтому лучше использовать если возможно непосредственно оценки или внутренние инвитры называются и заключается в том что вам нужно размеченный корпус какой-то с данными вот есть там пример всем корсенцевал снимывал это для английского а вы например размечаете для русского корпус на вас обучающий он мы также отметили вам проверочный точно такой же самостоятельно и дальше измеряем точности полноту стандартными мерами также как в практическом задании то есть точность число правильных которые выдал поделительное число ответов системы полнота это число правильных ответов поделить на число примеров в корпусе если у вас одинаковые до каждого примера из проверочного корпуса ваша система что-то выдает у вас точности полнота будет одинаковая если какие-то значения пропускает например что я не уверена и так далее то у вас точность может вырасти а полнота упасть при этом часто используют две простые эвристики для баклайнов первая эвристика это сначала и не используют но надо рассказать давайте брать случайное значение для каждого слова это плохая в риск потому что очень низкое получается решение более часто берут следующие две юристики это наиболее частое значение то есть вы считаете по корпусу размеченному какое значение слово встречается чаще и всегда его выставляете от 1 байзлайн и в наше решение тоже 1 байзлайн вот собственно второе решение это алгоритм леска я про него сейчас расскажу это на словаре основаны при этом также можно оценить верхнюю границу это как люди решают задачу и были проведены эксперименты и выяснили что где-то из 5-80 процентов степень согласия экспертов на корпусах он этим кореет проводилась с назначениями из варнет то есть эксперты часто еще между собой не согласны и где-то 20 процентах случаев какое же правильное здесь значение и это говорит о том что как бы вы ни старались скорее всего тут же этого числа сделать не удастся потому что кто-то будет не согласен что это правильное значение если беде не гранулированное значение то есть не совсем как там 100 предосуществительных там сто восемнадцать тысяч было до значение можно по иерархии взять и отрезать и говорит что у нас значение мы не не про не различаем певцов басом пальцетом и так далее мы знаем что просто певец нам все равно кто это какой он там вот если брать в такие как мини гарнированное значение то там все становится лучше 90 процентов доходит и больше еще одна очень познавательная картинка которая говорит о сложности вашего второго задания было соревнования станцевал 2 и там было прислана много решений здесь показаны точками отображены каждой из присланных решений известна точность и полнота их точность по сесс полнота по оси ординат и у там есть . написано first sense это наиболее частое значение и как видите большинство решений работала хуже чем просто выбрать наиболее частое значение то есть были чуть более точные были несколько более точных и полных но большинство было хуже и поэтому этот нижняя граница в битлайн выбрать наиболее часто значение она очень такая серьезная и как бы ее достаточно сложно побить то есть вам придется потрудиться придумать что-то вот если вы побьете просто на самые частые значения в решении это хорошо можете оставаться довольны и здесь еще одна ссылка есть на статью 2004 года это лучшая статья на конференции сель 2004 года и селит наверное главное одна из главных конференций по компьютерной лингвистики ассоциации компьютерной лингвистики поэтому лучше статья на эта конференция это очень круто и авторы предложили очень интересное решение как по не размеченному корпусу понятие какое же условно наиболее частое значение это взяли в арт-нет и помощью некоторых хитрой комбинации статистики и применение методов научились говорить что вот два этого слова наиболее часто значение вот такой рекомендую почитать очень познавательная статья так собственно какие бывают методы разрешения многозначности первые это алгоритмы основанные на словарях это заорсах самый простой метод это алгоритм резко он заключается базовый и он же используется в качестве байзлайна как второго который вместе с мозг common sense заключается алгоритм следующих трех пунктов первое мы берем определение целевого слова и словаря далее берем определение слов в контексте словаря и просто пересечения считаем по этим определением как сколько слов пересекается в определениях и те у кого больше всего слов пересекается значение те и выбираем но здесь пример сосновой шишкой по inc on условно по имя есть два значения условок он есть три значения при этом пересечении у них есть такого первого и соответственно третьего значения power green 3 вечно зеленому дереву и здесь можно понять что упаян первое значение словарь сочетание по inc on в первом значении окон в третьем значении вот это суть алгоритма детская понятно есть очень простой словарь влезли все сделали есть модификация алгоритма леска есть упрощенной когда мы до слов контекста не используем не определение их словаря просто сами слова берем то есть даже словарь не лезем и есть корпусный алгоритм который еще включает некоторые знания а из корпуса мы берем корпус и вычисляем у слов веса по ай диэв помните что один обратный документная частота обратный алгоритм от вероятности встретить слова в корпусе и именно он использовался в качестве байзлайна на санцевал показал хорошие результаты из всех алгоритм флеска он лучше всего работает здесь не совсем правду задачу в принципе можно алгоритм применять к разным задачам но изначально в статье 95 года алгоритм применялся именно как раз задача разучения многозначности задача включается следующее вот у вас есть корпус вы понимаете что размечать достаточно тяжело хочется каким-то образом автоматизировать этот процесс и автор мировский предложил интересную идею как можно автоматизировать если у вас есть небольшой размеченный корпус как можно получить из него более больший корпус размечены ей заключается следующим берем некоторым минимальный корпус тренируем на нем классификатор он использовал список принятия решений принципе можно любой классификатор тренировать далее применяем его к неразмеченным данным там где классификатор выдает большую степень уверенности мы их включаем опять в тренировочный корпус еще раз обучаем классификатор уже на большем тренировочном корпусе применяем дальше и так до тех пор пока горит выдает что-то с большой степень уверенности и таким образом получается достаточно большой тренировочный корпус просто неразмеченных данных при этом нужна хорошая метрика уверенности он использовал грифмическое отношение правдоподобие но здесь зависит от классификатора вы можете разные степени уверенности использовать если вы используете сакет лен то там есть у каждого классификатора можно почти у каждого можно посмотреть степенью уверенности при этом уже можно использовать 2 интересные евристики первое что если у вас встретилась слово сочетание в тексте она длиннее тем реалий то есть если есть устойчиво слова сочетание то каждое слово в этом словосочетании скорее всего имеет фиксированное значение то есть в одном тексте стрелades лучше то не другом тексте слова сочетания встретилась у каждого слова вы можете выбрать выбирать просто одинаковое значение до первого корпуса текста и второго текста это достаточно неплохая эвристика потому что сочетание как раз помните они устойчивое значение имеют и соответственно слова в этих слов сочетаниях тоже имеют хорошее значение и то же самое то же самое автора эвристика это одно значение на дискурс ну например у вас есть какой-то текст вы в первом случае встретили это значение определили значение слова дальше встречаете его второй раз скорее всего он будет иметь то же значение это можно использовать например можете взять тренировочный корпус и потренировать его на википедии смысла цена всех текстах википедии там чаще всего используются ссылки кстати я буду об этом рассказывать тогда я расскажу как это использовать просто помните что вот есть такая в листика закончится ритм ровский вот пример как это работает вот он берет слово и соответственно к классифицирует после вот здесь уже есть значение у этих употреблений дальше он пытается каждого неразмеченный корпус слова неразмеченному классифицировать куда-то в одно из употреблений и таким образом дальше это размечает какой пример как у него работает вот дальше вторая часть это про семантическую близость здесь с разрешением многозначности понятно пока то есть два из типа алгоритмов это алгоритм основан на словарях и вот на я во вторую очередь сказал байзлайн это most common sense ну и чуть классификатор разные когда вы говорим о полку классификаторы неплохо бы понимать как решать проблему разрешенности языка и здесь хорошо помогает семантическая близость но что такое семантическая близость у вас для каждого термина и каждого слова можно определить значение в смысле значения можно сказать насколько слова похожи друг на друга и можно применять эти знания для как для разрешения технической многозначности так и для разных прикладных задач например поиска ошибок с учетом значении он бывает опечатки когда у вас вроде как слова правильно написано но в контексте но неправильно и соответственно найти за стандартным методом которые рассматривают только одно слово нельзя можно использовать семантическую близость можно искать плагиат когда у вас есть более сложный плагиат например заменили все слова на синонимы или на близкие слова и уже не так находится можно использовать для изучения информации задача говорит о том насколько опять же сформулируем более формально и я вам сначала расскажу на основе тезаурусов подходы а потом на основе статистики по корпусу на основе тезаурусов буду рассказывать четыре алгоритма они перечислены давайте сразу начнем как вообще можно использовать и искать семантическую близость слова в словах на основе тезаурусов понятно что можно использовать любые отношения если у вас есть синониме это хорошо если есть иерархия отношения тоже можно использовать и карасы и чаще всего используют антонимия говорит что слова не очень и так далее здесь стоит отметить что есть два понятия или чаще всего в литературе используется семантическая близость семантическая связанность ну вот например машины топлива не похоже на связаны при этом машины велосипед похоже потому что транспортные средства поэтому семантическая связанность более общее понятие чем семантическая близость и в статьях можно среди встретить семантик релэйтед нас значение я вам буду рассказывать скорее про именно связан чем близость но тем не менее более общее и так вот у нас есть в арт-нет там есть иерархия понятий как можно сказать насколько слова близки но можно посмотреть насколько они близки в этой иерархии например посчитать путь от одного слова для другого по иерархии сказать что если путь маленький то и слова более близкие если большой то менее близких все хорошо но это достаточно ну сколько у вас иерархии будет на 30 глубина значит что у вас расстояние между словами это в районе 60 максимум получается то есть 60 разных значений в близости для более 150 тысяч слов не очень хорошо поэтому очень маленькая разрешает разрешающая способность такой меры нужно что-то еще придумывать прежде чем переходить дальше дальше обсуждения стоит отметить что во первых мы если мы говорим про иерархия то это близость между понятиями они между словами и нужно каким-то образом еще умение почитать близость между словами как это можно делать например у нас есть близость между понятиями которые например вот есть длина пути чаще берут еще логарифм длины пути чтобы сказать что слова близкие езды у них значение высокое чтобы посчитать близость между словами берут те значения которые максимально близки друг другу у этих слов и тогда мы говорим что эти слова близки настолько насколько близки насколько как сказать и среди всех значений максимально близки значения близки вот такого вот математически написано можете посмотреть более понятно это как раз на случай когда проще формулу прочитать чем объяснить вопрос есть почти разную разницу то есть есть близость между понятиями есть между словами условно бывает много значений если бы одно было то это эквивалентной задачи а так у них много разных значений вы выбираете те значения которые между собой близки и тогда считаем что слова настолько близки так переходим дальше можно определить вероятность каждого класса в данном случае значения как то что если у вас выбранное слово как сказать вот у нас есть иерархия и для каждого слова можем сказать и входит ли она является ли она потомком то есть не стоит ли она ниже в иерархии например слова сущность понятия сущность почти все значение потомки и каждая вероятность этого класса экземпляра сущности или корня она равна единице если мы стоим где-то внизу дерево вот этого понятий то это вероятность меньше то есть у каждого более специфичного слова вероятность это вот класса меньше это первое понять которым нам нужно чтобы дальше говорить про семантическую близость так вот пример у нас есть там энтити которые 030 39 то есть не единичество это что привел примере чуть меньше следственного слова хилл вот такая вероятность класса то есть насколько у него слова вероятность падет чтобы посчитать вот эти вероятности нужен корпус размеченные со значениями и посмотреть куда слово попадает в этом классе и почитать вероятность для каждого слова то есть она попала сюда она влияет на все дальше верхний пупа верхний путь дереве все эти классы стоящие вверху этого дерева имея эту вероятность можно определить информационное содержимое которое определяется как отрицательного гарифма этой вероятности что это говорит что чем ниже слова в дереве то есть чем она более специфичное тем более информация она содержит если вы хотите сказать что все слова это сущности то это малая информация если вы скажете что вот это у меня слово это певец который поет басом то это более больше информации вам дает чем про сказать что слово сущности это слово сущность и так далее вот и еще одно сокращение которое дальше буду использовать наименьшим общий предок ну то есть у вас есть в иерархии два понятия можно найти узел который первый встречается если подняться выше по этой иерархии и было предложено множество мир близости первое пятьдесят пятом году было предложено резником который говорит что давайте найдем меньшего общего предка посчитаем у него информационное содержимое и это будет нашей близости то есть понятно комбинация также начали предлагаться другие варианты как считать семантическую близость здесь понятно что у вас очень многих слов будет один и тот же наименьший общий предок ну например у вас есть эрахия есть в двух слов на меньше общий предок если возьмете у одного слова еще потомка то наименьше общий предок между первым словом и потомка второго будет один и тот же и то есть бреди дистематическое будет такая же поэтому это не очень хорошо и нужно как-то нормально нормировать вот первый способ это нормировать следующим образом мы просто считаем как раз информационно сдержимого каждого понятия в отдельности и делим на я сумму этих двух понять то есть чем больше более глубоко от наименьшего общего предка находится слова тем меньше будет между ними семантическая близость ну и соответственно вот пример для слов хилл и кост как это считается то есть у них общая есть наименьший общий предок это экологическая информация соответственно считаем вероятности каждого из этих вот классов получаем что близость 059 примерка считать также можно использовать алгоритмы резко людей такая же как при разрешении многозначности лексической что два значения похожи если в их описание содержатся одинаковые слова при этом еще дополнительно если словосочетание содержится или длинные граммы то их стоит учитывать более явно по каждое отдельное слово менее важно чем когда у вас одинаковое словосочетание ну и часто считает вот таким вот образом то есть у каждого словосочетания считают квадрат от его длины общего словосочетания вот есть два два примера понятий соответственно у них есть в пересечении слова paper и спешили припад словосочетания то есть снова спешил припад длина 2 значит мы должны учить с весом 4 квадрат 2 вот такая вот мера на основе алгоритма леска в принципе их предложено достаточно много вот этот еще парочку привел как можно сочетать но идея все примерно такие же считаем общего предка и дальше комбинируем с информационным содержимым как это можно использовать дезинфигурации понятно нет все же просто у вас есть в exponents например и сейчас расскажу как если не только варнет дальше в умеет считать поэтому варнету между любимым понятиями семантическую близость ров между понятиями умеете читать егоで Buris значит между словами умеете жить семантическую близость и вот представьте у вас проблема нужно делать двигаться своего какого-то понятия и словю контексте но и там слова и слов контексте но в вашем обучающем корпусе они ни разу вместе не встречались не встретила свой электрик и вас что можно сделать можно посмотреть использовать не в баку форс а значение близости между этих баку ворс это у вас было единички нолики а можете использовать семантическую близость между словами в качестве признаков то есть не встретились корпусе ну и ладно у вас за то знаю вы знаете семантическую близость между этими словами любых по любой пару слов вставляете от семантического близости вас сразу получается не разреженный вектора достаточно плотный плане значение по контексту все равно размер разреженные но не столько нулей сколько если бы просто использовали эту информацию встречаемости вот это идея ну электрик баз допустим вот есть обучающий корпус да если встретилась в контексте там плюс-минус три слова electric то вы добавляете там в баку фордс или в этот минус три там единичку а если не встретилась там будет сюда нолик стоять и вот и вот встречается вам в проверочном корпусе electric bass что делать с которым говорит тут 0 надо предположить что-то или сглаживание сделать или вообще забить ничего не знаю про это а если вы считаете семантическую близость то вы говорите что у меня слова качестве признака будем использовать не единичку ну аликаут при значении тематической близости пусть у нас баку форс вот у нас есть одно слово семантической близости но и там 93 на второе слово 085 и так далее и используете уже этот вектор значений сводите его там например в интервалы что например если у нас слово в левом там здесь слева на 3 в районе там семантическая близость словом в больше чем-то 05 то это хороший признак того что нам нужно выбрать именно это значение не другое и так далее но это вы засовываете просто в классификатор он вам соответственно это и скажет но вы типа того если она хорошая большая то это хорошо если маленькая но надо смотреть на все остальное вот либо можно сделать вообще алгоритм который основан на этом ну например можно использовать марковскую модель и говорить что окей вот у нас есть до каждого слова его на марковской модели что делать у вас есть слова и скрытое состояние это значение и вам нужно выбрать наиболее вероятное последовательное значение мы будем говорить что вероятность перехода между скрытыми состояниями между значениями она пропорционально семантической близости и дальше как только это вы говорите вы можете использовать алгоритм витрубе и выбирать наиболее согласованы по семантической близости последовательных значений вот как бы одно из решений но я вам по секрету расскажу он не очень работает потому что до марковской модели первого порядка но если вы говорим на текста и посмотреть вам окажется окажется что слова которые семантические близки они перемежаются словами которые не близки семантические то есть у вас тексте например есть по футбол какой-нибудь футболист футбола между этим еще какая-нибудь тема про чтобы другой например что описывать например там про деньги что он там что-нибудь это такое и получается что темы между собой пересекаются и если вы используете марковскую модель первого порядка то получается что это не близко с этим это не близко с этим и так далее ничего не найдете используйте марксу модели более высокого порядка когда у вас не первую ни слова каждое скрытое значение зависит не только от предыдущего но и более длинные то алгоритм усложняется кучу всего надо считать становится работает медленно нужно с этим что-то делать ну вот я там предлагал когда-то модель которая устраивает электрические цепочки автоматически то есть она ищет какой там футболист футбол и так далее это одна марксская модель 2 там деньги кредит еще что-то там за зарплата его и 2 ману морская модель и таким образом меняете пересекающие электрические цепочки находят правильное последнее значение вот но это и так и за из общих этих соображений как использую семантическую близость вот что здесь не очень хорошо первое что варнет для русского так и нормальный не сделал много слов может быть пропущена потому что нет нужно и еще расширять и должны большие эти заурсы делать что можно еще делать можно считать семантическую близость на википедии и собственно текстера это умеет и вы можете этим пользоваться мы умеем считать считается она если на пальцах на самом деле сложнее но идея простая мы говорим что стоят два понятия очень похожи если статьи которые они описывают имеют большое пересечение большое количество общих соседей то есть вот здесь там мгу и российской академии на то же самое можно для вышки российской именно посмотреть морем сколько у них общих статей общее не общих общих соседей общем соседом является статьи которые либо ссылаются на эти две статьи либо на них ссылаются либо одна ссылается другая такого рода пути вот соответственно чем больше таких статей тем больше семантическая близость вторая штука чем больше разных статей тем меньше семантическая близость ну и здесь можно использовать разные меры на множество косинус дайс жаккар и так далее мы используем модификацию меры дайса с весами чтобы считать семантическую близость вы можете вызвать метод и посмотреть насколько любые два понятия похожи с точки зрения текстера он есть вот еще я хотел рассказать как можно использовать википедию в качестве размеченного корпуса у вас каждая ссылка википедии есть текст которые вы видите и куда ведет это ссылка на к статью статья обычно регулярно описывать значение понятия таким образом у вас вот до каждой ссылки это пример какое значение в данном контексте есть условно вот здесь есть там например рак рашин до россия вы идете на статью россии и значит в этом контексте которые здесь встретилась у этого слова есть значение страна россия или еще какой там россии бывает наверно значение ну и так далее вот поэтому и получается что это как каждая статья это просто размеченный корпус значениями здесь есть еще одна штука это правило по которым ссылка ставится только на первое вхождение слова если мы здесь встретили слова рашин ссылка будет поставлена а все другие рашин россия него не будут размечены здесь как раз можно использовать ту самую риску которая обращала внимание что у вас в одном тексте скорее всего одинаковых слов одинаковые значения то есть вы можете взять и всем другим словам россии или рашин поставить ровно те же значения как у первого вхождения и это будет тоже хорошим решением плане увеличения разметки в корпусе вы можете взять википедию если кто-то хочет попробовать я даже могу рассказать как это сделать просто есть у нас база данных которая экспортирована в него 4g у графу базу и оттуда можно запросом выгрузить все дело в качестве корпуса просто не чтобы не размечать все это заново парсить можно ли либо распарсить есть куча инструментов которые партят википедию вот и это получится в плюс к вашему корпус который вы сейчас сами размечаете очень классные дополнение чтобы обучить алгоритм я не запрещаю вам этим пользоваться всякими такими штуками можете использовать серьезно поможет вопрос есть да люди ставят ну вообще есть правило как размечать в api они описаны в конкретном статьях я уже не помню да да не случайно там нужно размечать те значения которые помогут понять текст в первую очередь но действительно там странные надо ссылки которые чем не помогут вам но тем не менее есть например мы выяснили что бывают очень странные вещи все города похожи потому что почему-то решили ставить ссылки там если негодовая температура каждом месте и ставится ссылки на цельсий фаренгейта но вот у них в общем есть цель цельсий статья процессе фаренгейта значит они все похожи потому что именно поэтому дать любое место на котором можно определить средний годовую температуру вот но бывают более тривиальные значения которые можно найти вот еще просто есть давайте дальше если у вас есть какая-то структура это заурус или хотя бы в википедии вы можете построить кстати еще вернусь на википедию там есть еще иерархии категорий вы можете использовать все те меры которые для варнета в иерархии категорий то есть также определять содержимое пача единственная проблема там что в википедии категория это не дерево а граф направленный причем с циклами то есть там есть кстати типа категории можно вернуться в категории выше вот это было для меня открытием но тем не менее наступить на эти корабли а то вы будете долго думать почему вас ничего не работает вот собственно окей если есть тезаурус или википедии вы можете читать семантическую близость можно это использовать как можно еще считать семантическую близость здесь есть интересный подход можно взять корпус и сказать что слово значение вообще слова определяется тем контекста которым он встречается называется дистрибутивная гипотеза она была предложена в 57 году и вот есть пример который вы можете прочитать здесь понятно что слова изобретенные его не существует но по контексту вы можете понять что это какой-то алгогольный напиток более того можете предположить что это хоть самогон разу с кукурузы вот и еще что-то предположить по данным по контексту просто которого вы увидели только что вот хотя я уверен что вы первый раз это слово видите поэтому то есть контекст определяет значение что нужно чтобы формализовать и определить близость между словами на основе контекста нужно взять и представить этот контекст в виде некоторого вектора ну в данном случае можно например взять back of words или опять же с позициями ну давайте возьмем бога ворс и скажем что слова если встречаются контексте это единичка если не встречаются нолик далее делаем эти вектора и говорим что у нас два слова близки если вот у них слова которые они встречаются в контексте мы собираем эти все вектора по корпусу и говорим что если у нас вектора эти близки например в какой мере по косинусу или просто пересечения то у нас слова также близки чтобы реализовать это нужно определить три вещи первое это какой контекст брать насколько длинным и так далее вот второе это не только единички нолики использовать а еще можно вычитать вклад термина в этот контекст то есть взвесить их каким-то образом ну и определить некоторую близость для того чтобы определить совместную встречаемость нужно большой корпус чем больше тем лучше потому что слова должны у них хоть как-то встречаться для того чтобы предвест термина вот я выделил несколько формул которые можно определять но к например говорят что первое давайте почитаем вероятность того что если мы встретили некоторое слово какова вероятность того что мы встретим второе слово в контексте мы понятно как это вычисляется и термина теми же каунтами это вот будет такая вырезать можно также еще нормализовать вот есть там поэт вайс мидер миша информейшн метрика которая выглядит вот следующим образом это логарифм вероятности совместной встречаемости на поделить на вероятность каждого слова вероятность каждого слова пойду читать тоже по корпусу ну и так далее можно много придумывать плюс третья штука это близость между векторами здесь опять же выделены несколько формул косинус джак жаккар дайс и вот еще штука снова дивергенции джейс расшифровывается виде и понятно берем большой корпус берем контекст некоторые два три слова влево вправо вычисляем вектора каждое слово взвешиваем относительно другого говорим что у нас в этой матрице по час матрицы слову в квадратные слова и еще слова соответственно у каждого элемента есть некоторый вес от нуля до единицы далее считаем близость по какой-нибудь из этих мер например по косинусу получаем близость между словами точно такую же слово электрик похоже на слово баз меры косинус вот это все вот вопрос есть идем дальше в принципе это гипотез 57 года известно было но она как-то не очень работала но недавно была опубликована статья которая показывает как с помощью нейронных сетей и основываясь на этой мере делать предсказывать некоторое представление слов в сжатом виде уже неразрежные вектора будут ажатые соответственно между ними будет классная близость но это модель точнее группа моделей получил название ворту век идея очень простая как как нейронную сеть строить то есть у вас на вход дается например контекст и вы хотите предсказать слова и между этим есть некоторое сжатое представление в собственно нейронной сети то есть у вас на вход дается там какое-то количество слов в контексте то есть точнее у вас вот есть н мерное пространство всех слов заполнены единичками ноликами те слова встретились которые единички которые не встретились нолик есть некоторое представление на обычно там размерности 100 200 вы можете задавать например 100 и вы хотите предсказать слова по контексту и в другую сторону на вход дается слово есть промежуточное представление и вы хотите предсказать контекст вот ворту век была реализована у 2 модели причем автор михалова он очень классно это все реализовал носи очень быстро и первых кому умудрилось это все дело обучить на большом корпусе он обучал на википедии и потом больше и чем интересные результаты получился но вот например вот есть слова франция я вывел по его модели наиболее близкие слова модели обучены википедии видите здесь там испания бельгия и так далее то есть классные штуки плюс он показал это собственно произвела фурор задачу поиска аналогий вот берем слово вектор слова вычитаем из него вектор слова man и прибавляем вектор слова умом как вы думаете какому вектору какого слова будет ближе всего значения да собственно у него как раз получилось предсказать что будет слово queen раньше практически никому не удавалось но вот такая вот простая нейронная сеть на я научилась это делать дальше появились реализации статьи которые показывают что это не только на нейронной сети я просто он молодец что дождался и посчитал на большом корпусе если на большом корпусе посчитать просто вот предыдущую модель которая вам рассказывал без нейронной сети отбрать близости на разреженных значениях плюс правильный выбрать меру близости то получается то же самое то есть задача такая решается но ворту век чем приятен есть реализация вы можете посчитать эту модель и использовать у себя в качестве близости для любых слов я вам могу сейчас закончу лекцию показать как это работает можно по задавать и важные вопросы вот также появились еще несколько реализации глав вас текст глав делал собственно шутс это вот вторая книжка с майнинга мультинас автор профессор фас текст это в фейсбуке делал полный тот же михалов но и уже более подлинная модель есть купон сортной реализации можете взять поиграться посмотреть есть на питоне реализации генсим который делает то же самое и использует можно и может использовать модели обученные и более того я там выкладывал даже в блоге писал курса выкладывал одну из моделей обученной википедии на русской можете использовать у себя для разрешения многозначности в вашем решении она как раз позволяет вам вот эту тематическую близость использовать можете либо текстерой обращаться можете либо использовать ворту вековскую близость вот чтобы подвести концу лекцию нужно ответить на вопрос окей вот у нас есть разные модели подсчета семантической близости как будем сравнивать нужны методы оценки ну и здесь может быть внутренняя оценка когда вы оцениваете корреляцию между значение поставленными людьми и значение модели но здесь очень сложно потому что человеку даете удовольствие вам скажу слова например там испран и выше как вы думаете какая семантическая близость вы может любую число назвать скорее всего если очень бумажки напишите у вас будет вообще абсолютно разные числа поэтому для человека сложно так оценивать поэтому чаще всего использовать внешние оценки то есть стандартные задачи там поиск опечаток плагиата либо к распредсказания ассоциаций как михалов использовал то есть берем слова и два слова 3 но и ищем аналогию например на вот там мэн вуман king вы соответственно может сказать что это queen ну или там россия москва украина можете сказать солица украины ну и так далее вот он набрал такой корпус и просил модель предсказать ассоциацию вот способ оценки у него хорошо получалось и так что я вам сейчас рассказал я вам рассказал про лексическую семантику которая изучает отдельное значение отдельных слов рассказал про варнет как достаточно базовое понятие тезауруса и пример который задает значение слов значение это сенсит в арнете если говорить про википедию то значение это статья которая описывает некоторые понятия рассказал про разрешение лексической многозначности как можно делать показал что задача выбора самого частого значения baseline на основе выбора частого значения классно работает и это вам создаст некоторую сложность при решении практически кого задание но тем не менее есть еще такое что как семантическая близость которая вам сильно поможет если вы будете использовать для поиска правильных значений семантическую близость можно искать на основе википедии разными способами можно искать на основе варнета на вашем случае это не очень интересно потому что варда тонкий хорошо то английского работает можно искать с помощью других моделей по контексту и здесь имеет смысл использовать модели раз на основе нейронных сетей они называются ворд имбеддинг по-русски плохо переводится вложение слов на вложение здесь задача из топологии когда вы делать некоторые преобразование пространства пространства меньшей размерности сохраняя свойства ну и здесь видимо похожая идея что вы делаете до каждого слова вот этого разреженного вектора вы преобразовываете его в сжатый вектор какой-то плотный и при этом сохраняется свойство например вот ассоциативности соответственно можно использовать ворту век в вашем решении модель я выложил берите генсим присылайте все работает так еще хочу сказать что я не рассказал потому что тема очень большая за одну лекцию тяжело рассказывать я вам не рассказал ничего про композиционную семантику по которой вначале рассказал как комбинируя слова получать значение не в общении осветил тему представления знаний это большая тоже тему который занимаются с момента появления задач обработки языка то есть как вообще можно значение и не только представлять потому что окей вы определили значение слова а что дальше с этим делать а если глагол есть еще там задача как сочетаются глаголы и существительные так далее есть еще большая задача это semantic row labeling которая рассказывает роль каждого слова в предложении семантическую есть специальные размеченные корпуса проб банк и frame нет можно тоже на них посмотреть ничего не рассказывал про задачу раскраничения значений кроме как рассказал что это такое когда у с ней нет словаря со значениями плюс к этому есть очень интересная задача извлечение отношений между словами ну например у вас есть выше школы экономики и ваше имя фамилия каково отношения в ожидании отношения студент неплохо бы это вывести на какого-нибудь корпуса это можно делать вот следующая лекция достаточно общая я расскажу про три задачи каждая задач достойна отдельного спецкурса я вам расскажу все все три за одну лекцию информационный поиск вопрос на ответной системы автоматическое реферирование расскажу с точки зрения собственно какие там проблемы и зачем там нужна обработка текста вопрос есть тогда этот лекция закончена